Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 454. Событие дня. Иван Глитая на 5.44. А славы, которые от единого Бога не ищете. То есть друг от друга принимаете, этим и занимаетесь. Дальше. Для 10.03.2017 года. Ну даже небольшое объявление даю. По скайпу можете позвонить на меня 4. Москвы до 16.00. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звонить мне в свое время, без договоренности. Что я свободен и могу принять. Прошу это правильно. Правила не нарушать. Ну и далее. Несколько раз говорю. Так, в скайпе, на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более, чем одно за неделю. Прошу не нарушать все регламент. Вы уже истратили свой ресурс. Не искушайтесь. Это я отвечаю людям. Сергей Пупков. Пишет. Прошу молиться. Меня заблокировали ВКонтакте за то, что я цитировал Библию. Помоги ему, Господи. Я посмотрел. Ужас какой. Роман Кучма. Дорогой Игнатий Тихонович, здравствуйте. Нахожусь я сейчас в одном известном монастыре по делам. Махровейшее пренебрежение к священному писанию. Заблуждение и темнота. Действительность современных монастырей. Решил для себя. Проведу опрос. Взял текст Матфея 10.34 и пошел по братьям. Мол, как понимать, отцы честные? Кто-то говорит, это тебе к духовному монастырскому надо идти. К духовнику. К духовнику монастырскому надо идти. Дескать, он объяснит. Другой монах говорит, что? Я что? Я что тебе, толкователь? Священник, нерядовой, кто-то из маститых, начал говорить совсем не то и бежать от меня. Нас по писанию победит любой еретик со счетом 10-0. Уверен, что 9 из 10 насельников совершенно не знают и не изучают Новый Завет. Все лишь сводится к тому, что в углово угла ставятся, в кавычках, труды святых и старцев, которые говорят только о плаче, молчании и затворе и ждут, когда Дух Святой соединится с ними лет через 15. Кстати, как вы рассматриваете житие старца Силуана Афонского через призму Библии? Благодарю вас, дорогой отец Игнатий. Да. И вот интересно, считаем, какой текст мне скинули. Как обрести спасение? Ежедневно на планете Земля умирает около 100 тысяч человек. Это значит, что один человек в секунду. Пока об этом прочли, умерло 2, 3, а может 5 человек, в зависимости от ваших способностей к чтению. Смерть – это реальность, о которой не хочется говорить, думать, а уж тем более ее планировать. Возможно, вам еще ни разу не доводилось столкнуться с смертью лицом к лицу, но поверьте, смерть, как неотвратима реальность, рано или поздно ворвется в вашу жизнь. Что же будет дальше? Вы знаете ответы? Зачем я живу на Земле? Для чего я родился? В чем смысл жизни? Эти вопросы задает себе почти каждый здравомыслящий человек. Нашли ли вы ответ для себя? Если нет, позвольте предложить вам наш вариант. Мы верим, что мы произошли от обезьяны, и что наша удивительно красивая планета образовалась в результате взрыва. Как может что-то образоваться в результате разрушения? Вы родились не случайно. Вас, такого уникального человека, сотворил Бог. Вы родились не случайно. Ваше появление на свет не было нечаянной ошибкой или несчастной случайностью. Быть может, родители даже не планировали вашего рождения. Но Бог ничуть ему не удивился. Она против, поджидал его, потому что в его замыслы вы входили всегда. Да. Вы живете потому, что Бог пожелал сотворить вас. Сотворить вас. Бог создал вас с определенной целью. И эта цель является частью большого, всеобъемлющего Божьего замысла, простирающегося в вечность. Уж, конечно, Бог не мог сотворить такое существо, как человек, на один день. Нет, нет. Человек был создан для бессмертия. Авраам Линкольн говорит. Нынешняя жизнь – это подготовка к жизни грядущей. Вы созданы для того, чтобы жить вечно. Богу не все равно, как вы проживаете свою нынешнюю жизнь. И как вы будете жить в грядущей жизни. Ему не безразлично, где вы проведете вечность – в аду без него или в его царстве с ним. Почему? Потому что хороший отец всегда заботится о своих детях. Предполагаем, ваш немой вопрос. Не очень-то видно его заботу о нас, особенно если посмотреть телевизионные новости. Новости! Покровительство Бога в жизни человека и его забота о нем начинается с посвящения и подчинения этого человека Иисусу. Много ли людей живет вокруг вас, которые, не стыдясь, провозглашают свою веру в Бога и признают Иисуса своим Господом? Так почему люди требуют от Бога покровительства, защиты и обеспечения, если никогда не признают своей независимости от Творца? Независимости? Откуда ты взял независимость? Не знаю. Не знаю, что-то не подставляет, где не надо. Сатана просто делает это. Займись собой. Никогда не признают своей зависимости от Творца. Но Бог по-прежнему обращается к ним. Каждый человек в этом мире злышь хотя бы раз в своей жизни, призыв Бога к себе. Да-да, не удивляйтесь, уже сам факт того, что вы читаете эти строки, говорит о том, что Бог обращается к вам. Вас приглашают на улице на служение в протестантскую церковь. Это Бог говорит к вам, что Он есть и ждет вас. По радио вы слышите проповедь католического священника в откресное утро. Это Бог обращается к вам. Вы восхищены закатом солнца. Это Бог говорит к вам, что Он есть Творец Вселенной. Ваша бабушка православная христианка не раз говорила вам о Боге, а вы считаете ее пережитком прошлого. Но именно Бог вкладывает в его устал свой призыв к вам. Когда ваша земная жизнь закончится, вы не сможете сказать Иисусу, перед которым вы предстанете, что вы не знали о нем, и вам никто о нем не рассказал. Выбор за вами. Выбор всегда остается за вами. Признать, что Бог есть, или отвернувшись сказать, и так проживу, ты мне не нужен. Библия обещает тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими. Иоанн 1.12 Для того, чтобы вы примирились с Богом, все, что нужно сделать вам, это поверить и принять точка. Откликнетесь ли вы на Божье приглашение? Если да, то, во-первых, вам нужно поверить. Поверьте, что Бог любит вас и сотворил вас для себя. Поверьте, что вы родились не случайно. Поверьте, что вы созданы для вечности. Поверьте, что Бог предназначил вас для того, чтобы вы сами лично познали Иисуса Христа, умершего ради вас на кресте. Поверьте, что, несмотря на прошлые проступки и грехи, Бог хочет простить вас. Во-вторых, примите Иисуса как Господа и Спасителя. Примите Его прошение за свои грехи. Примите Его Духа Святого, который даст вам силу исполнить Божье предназначение в вашей жизни. Библия говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Иоанна 3.36 Прямо сейчас, когда вы считаете эти строки, мы приглашаем вас склонить голову и произнести молитву, которая изменит всю вашу вечность. Кавычки открыты. Иисус, я верю в Тебя и принимаю Тебя. Я исповедую перед Тобой все свои грехи, которые я совершил. И благодарю Тебя, что Ты умер на кресте за меня. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Как интересно. Если вы помолились этой молитвой и с искренним сердцем раскаялись в своих грехах, то Бог непременно примет вас как сына или как дочь. И вам не нужно уже переживать о том, где вы проведете вечность. На небесах с Богом или в аду вдали от Бога. Следующее, что вам нужно сделать, это связаться с верующими людьми в вашем городе или там, где вы живете. И сообщить о ваших серьезных намерениях изменить свою жизнь и следовать за Христом. Да благословит вас Господь. Вот если бы он не говорил спасибо, одним словом выдали себя, что не православный. А кто? Какая-то церковь Иисуса Лучегорск. Ну какая церковь? Просто что не церковь. Церковь истина. Какая-то секта. Называется она истина. То есть это новое название уже пришло. Ну говорит-то с заботой о людях. Разве помешало бы православным это услышать? Юрий Соболев, Мирвым Игнатий Тихонович, вот две интересные публикации, присланные мне близким братом. Примечательно, что и та, и другая статья лишь подтверждает вами неоднократно высказанный мысль о монашеско-затворническом христианстве, порождающем чуждые благовестническому духу экспонаты. В статьях имеются нюансы, с которыми я не согласен. Перевод, ряд примеров, но общая суть понятна. Я тут взял еще один материал здесь, а потом я вам покажу. Для знания. 13 слов русского языка, которые когда-то были фамилиями. Вот это многие не знают этого. Эти слова, которые мы часто употребляем, но при этом совершенно не помним, что когда-то они были еще чьими-то именами. Например, хулиган. Хулиган – это фамилия ирландской семьи, отличавшейся очень буйным нравом. Главным был молодой партик, может, Патрик. Партик-хулиган, фамилия которого то и дело мелькала в полицейских отчетах и газетных хрониках. Шовинизм происходит от имени наполеоновского солдата Николя Шовена, который особенно рьяно служил Наполеону и Франции. И имел привычку выражать свой патриотизм и исключительность своей страны в пафосных простонародных речах. Что примечательно, фамилия происходит от слова «лысый» – «кальвинус». Саксофон – Адольф Сакс представил свое изобретение как мундштучный офиклиит. Этот инструмент назвал саксофоном друг изобретателя, композитор Гектор Берлиоз, в статье, посвященной изобретению. И слово тут же стало популярным. Сэндвич – Джон Монтегю IV, граф Сэндвич, занимался подготовкой кругосветной экспедиции Джеймса Кука. И так как ему некогда было отвлекаться на еду, он придумал простой и удобный сэндвич. Байкот. Британец Чарльз Байкот работал управляющим у одного землевладельца в Ирландии. Однажды работники устроили забастовку и стали игнорировать англичанина. А благодаря британской прессе, освещавшей эти события, фамилия Байкот стала именем нарицательным. А вот фамилия его Байкот. Лодер. Немецкий врач-христиан Иванович Лодер открыл заведение искусственных минеральных вод, в котором пациентам советовал быструю ходьбу в течение трех часов. Простой люд, глядя на эту суету, придумал выражение «Лодеря гонять». А его фамилия Лодер? Шарлатан. Слово «шарлатан» по легенде произошло от имени французского врача Шарля Латена. Он проводил бессмысленные операции, обещая полное выздоровление, и получив деньги, скрывался. А несчастным пациентам остановилось только хуже. Шарлатан. Галиматье. Французский лекарь Галиматье верил в целительную силу смеха. Он лечил пациентов хохотом, для чего смешил их анекдотами и разной Галиматьей. Галиматье. Пасквиль. В Риме жил один острый на язык гражданин по имени Пасквино. Народ его очень любил. Однажды недалеко от дома Пасквина установили статую, которую в народе назвали в его честь. Римляне по ночам стали обклеивать статуи листовками, в которых язвительно высказывались о своих правителях. Десятое. Июль и август. Июль назвал в честь Юлия и Цезаря. Август в честь римского императора Октавиана Августа. Меценат. Первого из известных историй меценатов звали Гай Цильний Меценат. Силуэт. Этьен де Силуэт был контролером финансов во Франции. Но после неудачной попытки провести реформу был вынужден покинуть свой пост. Тогда он изобрел новый метод развлечения – обводить тень человека на стене. Эта идея так понравилась его гостям, что слава Силуэта разнеслась по всей Европе. Мансарда. Архитектор Франсуа Мансар впервые использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой крышей носит название Мансарда. Николай Скляренко. Вся она пишет, из Австралии. А, пишет. Игнатий Тихонович, вся моя активность в «приходе» перерождается в непонятно что. «Я уткнулся в мертвую стену в лице дьякона и священника. Жесткие сердца, ненависть сквозит во всем. Я превратился во врага. Жесткое неприятие живой работы и жизни во Христе. Но яростная защита формального подхода к устройству церкви по типу учреждения. Люди же практически все, с кем говорю, слушают и соглашаются. Так получается, что ко мне уже приходится с советами, как к вам, по разным жизненным вызовам. Батюшка боятся своеверным страхом. Говорят в шутку, мол, мне в батюшке надо. Но мне хоть куда, только не к этим типам в рясах. Там все умерло, изгнило и испарилось. У людей же когнитивный диссонанс. С теми, с кем читаем Писание и обсуждаем свои жизни. Такой же, как и у меня. То есть, с мало-малого мира перешли к некоему неустройству духовному. Уже в сердцах многих. Ну и что дальше? От попов ждать нечего. И без попов по учению никуда. У меня такое впечатление, что пытаемся втянуть Христа в то, что он давно изверг из себя. Может, не изверг. Я имею в виду, что все РПЦ неблагодатное. Я объясняю слово. Когнитивный диссонанс. От латинских слов когнитию, познание и диссонантия, несозвучность, нестроенность, отсутствие гармонии. Состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании и конфликтующих представлений, идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций. Вот я показал события какие и наши ресурсы, вот, показать. Вот. Мой мир. Вот новое Юрия Соболева еще что-то сегодня. Я еще не видел. Сейчас откроется, почему-то не сразу открывается. Вот так. Что тут пишут они? Что он пишет? Вот это вот. Да. Да. Ну и что ты, я открою, там если будет, то покажешь. Прям по горящим следам. А о чем же здесь? Считай. Неправомощно по многим позициям. Опальный красноярский священник ответил на критику. Со слов Боева, за предвести службу и анафема на некое учение, на некое учение, не сильно изменили его жизнь. Ну и что он говорит? Красноярский священник Петр Боев, учение которого предали анафеме, прокомментировал ситуацию. Напомним, в конце прошлого года стало известно, что священника Петру Боеву, его коллеге Иоанну Логинову, который является активными пользователями соцсети и занимается общественной деятельностью, запретил вести службы и носить священнические одежды в течение 10 лет. Столь суровое наказание они получили за серьезные нарушения норм личной жизни, за самочинное изменение чинопоследований, богослужений и за кощунственное отношение к таинствам и постам, установленным церковью. Оба священника были признаны виновными в нарушениях православных канонов и церковного устава. Накануне история получила продолжение. За «открытые тяжкие прегрешения перед церковью» анафеме было предано учение, распространяемое Боевым и Логиновым. В беседе с корреспондентом newslab.ru Петр Боев озвучил свою позицию относительно сложившейся ситуации. В частности, он заявил, что считает оба решения «неправомощными». Неправомощна по многим позициям. Что касается суда, проходившего осенью 2016 года. Во-первых, суд не вправе выносить суждения по богословским вопросам, а лишь поэтическим. Поэтическим вопросам не было доказательной базы. Были лишь жалобы, не подкрепленные совершенно ничем. Во-вторых, церковный суд не предусматривает никакой защиты. Я не мог позвать ответчиков за своей стороны, как и иметь адвоката. Для меня было странно, что суд не рассматривает дело, а выступает в роли обвинителя, рассказал он. Что касается анафемы, то это решение клирик и вовсе назвал подсудным. Кавычки «открытый епископ» не имеет права провозглашать самовольно такие вещи. Это может решать только Вселенский собор. И в том лишь случае, если я покушаюсь на церковь и ее учения. Но, как я сказал, не было даже богословской комиссии. Не было заданных нам вопросов. Не было, соответственно, ответов. Так скажем, процедура не была соблюдена. Это все странно выглядит по той простой причине, что у меня нет никакого учения. Нет догматических сочинений, которые можно было бы анализировать. Боев добавил, что не может говорить о справедливости принятых мер. Кавычки «открытый». Как оно есть, так оно и есть. Я понимаю лишь одно. Если тебя не хотят видеть, зачем ломиться? Он также заявил, что все восемь лет всего служения сопровождались критикой. Но это имело частный характер. И в целом, то, что мы с моим другом Иваном делали, вызывало симпатию и одобрение. Именно поэтому и мне не до конца понятны мотивы всего происходящего. Скорее всего, я их никогда не услышу, полагает Петр. Со слов Боева запрет вести службу и анафема на некоторое время, на некоторое учение, не сильно изменили его жизнь. Все эти годы я совершал служение в основном за пределами храма. Мои люди – люди поиска, поэтому я имею, именно так и пишу, так творю, так общаюсь. Это то, чего в современной церкви почти нет. И раз я к этому призван, то это я и делаю. И поэтому, по большому счету, ничего не изменилось. Появилось больше возможностей делать именно то, что нужно делать сегодня. Есть вещи, которые я просто не мог делать ранее в силу большой нагрузки по храму. Сейчас это стало возможным. Я не гадаю, не заглядываю, ничего не исключаю. Просто важно понимать, где тебе быть и что тебе делать именно в этот момент. Предчувствие есть, но это так изменчиво. Ведь мир слишком быстрый, нужно сохранить себя, чтобы завтра наступило. Прихожане и близкие отреагировали по-разному. Я этому очень рад. Стало понятно и ясно, кто есть, кто и кем тебе быть, подытожил он. Вот я прочитал, как посмотрел. Сильно напоминает Журавлева Сергея, который обновленческая церковь, архиепископ, то есть клоунада. Исследовали его очень хорошо. New Age. У них, кажется, митрополит Пантелеимон где-то. Но если бы он рядом был, я бы поговорил с ним. А нафи мне там предавать ничего-то не надо. Он ушел. Когда ему запретили на 10 лет надевать одежду, он говорит, не нуждается мне. Надевать он ее будет. Как Сергей этот. Его священник был. Его запретили. Я не знаю, придали мне это напоминать. Он образовался архиепископ, его еретики рукоположили. Он не остановится на этом-то. Я видел, как он выступает там перед еретиками и прочее. Только заодно это его уже надо запрещать в служении. Он потерял все. Толкование православное, церкви, ничего нет. Он перед ними выламывается. Я посмотрел. Ну, копия Журавлева Сергея. Клоун. Больше ничего нет. Так что, если бы разговаривали с митрополитом Пантелеимоном-то, я предварительно благословился бы. Может, у меня и завтра огреет этот Пантелеимон-то. Но здесь я у него ничего не вижу. Ну, а в Манафе ему-то, может, и не надо было. Я не знаю, не сужу. Но относительно Боева, тут видно, ему православие не нужно. Он с такими людьми знает, перед ними там выламывается. Я-то хорошо знаю разных сектантов. Это абсолютно никуда не годится. Тем более в форме. А зачем тебе форма-то? Имидж, который к тебе не относится. И вот это за новости благодарю. Я сам-то не нашел бы это. Тут Святослав Гусев еще заходит. Что он говорит? Ну, это у нас свои адреса дают, куда книги выслать. Ну, и все на этом. Теперь второе у нас. Вот. Это даже попутно можно посмотреть на нашем форуме. Вчера сколько, какое посещение было. Не очень тут разгонится. На 100 человек меньше. 617. Ну, я-то из дома не выходил на улицу. А 617 человек посетили наш православный форум. Конечно, это немножко. Ну, все-таки. Вот. И вот. Это наш видеоканал. Получилось так, что новые ролики поставил. Вот. Получилось все. То есть сегодня утром я выставил одновременно 8 роликов. 8. Ну, это много. Вот. Считает Евангелие. Это Ивана Златоуса считает. Вот 2. Это 50 лет назад у нас съемки шли. Здесь раздают Евангелие. Утренняя совместная молитва. Тут с блаженным толковать этот феофилакт. Вот тут написано. Ефесянам. Потом занятия в Потеряевке по темам. Ну, и события дня. И самый большой у нас ресурс – это православный библейский сайт. Во свете Библии. И самое ценное здесь – это ответы по темам. Вот они разбиты на 55 папок. Ну, сейчас у нас идет папка старообрядчество, кажется, да? Да. Ну, вот мы сейчас из этой папки берем вопросы и засчитываем. Ух ты, красненькая. Вопрос 2671. 12-й том открытым оком. Как раскол проявился в жизни людей? С чего началось несогласие? Ответ. Кавычки открыты. Характерный эпизод произошел в самом начале церковных реформ. В Кремлевском соборе вместе вели службу русские иерархи и греческие. Затем начался крестный ход. Русские пошли вокруг храма направо по Солонь, то есть по Солнцу. Так на Руси ходили всегда, вслед за Солнцем, Христом. Греки же пошли налево. Два крестных отхода сошлись за алтарями, как говорится, лоб в лоб. И кто-то должен был уступить. С одной стороны, русский царь, патриарх. Весь сон духовенства и мирян. С другой, приехавшая за милостыней в Москву греческие архиереи. И в этот момент царь Алексей Михайлович дает команду русскому крестному ходу разворачиваться и идти назад. Отсюда и дальнейшие многочисленные отступления повелись. Это ответ такой дает. Не я даю. Характеристика. Ну, вопрос это задавали старообрядческим митрополитам. То Олимпию, то Адриану. Теперь я комментирую это. Так, если это прочтет верующий истинно духовный человек, он может проплакать или насмеяться досыто. Да стоило ли даже обращать внимание на такой сверхмалый случай, о котором нет даже намека в Библии? Но и спустя 350 лет Андриан говорит об этом эпизоде как о чем-то таком важном. И ни слова нет о том, что ни те, ни другие не знали воли Божией. Библия как бы и не существовала. Одна обрядность и упертость. Упрямство беспредельное. Послание за солнцем. А почему? Ну, гляди за мной. Христос говорил, иди за мной. А те говорят, нет, он к себе зовет. Мы к нему идем, лицом к лицу. То есть, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Правда из этих стихов получается так. Ну, не строить знаешь этого дальше. Серахов 11.9 Не спорь о деле для тебя ненужном и не сиди на суде грешников. Марк 7.8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение кружек и чаши, делайте многое другое и всему подобное. Вот так. Какие вопросы старообрядческому митрополизму задавали, и мы их озвучиваем. Вопрос 2654, 12-й том, открытым оком. Владыка, кстати, чем занимаются ваши трое детей? Ответ. Сын работает в сфере снабжения. Старшая дочь занимается в Академии культуры. Младшая учится в 7-м классе общеобразовательной школы и посещает занятия в школе художественной. Вопрос. То есть, вполне современные молодые люди? Ответ. Не вполне. Все-таки они старообрядцы. Я комментирую это. Никогда и никто и старообрядцы за 350 лет, и в будущем до конца царства антихриста не сможет сказать слова Павла. 1 Коринфянам 9, 20-23. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощную. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же дело для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Так, с выражением считаю стихотворение. Не оставляйте молодых одних, зеленых, неокрепших и бесстрашных. Пусть целомудрием украсится жених, жив с нераздавленными ядрами барашек. Девицу, девушку, особенно красивых, храните выходы отрезав запасные. Иначе скрижетать, рыдать в бессилье, камней курган опять на чем-то сыне. Не доверяйте шаловливым детям, и прячьте спички, не играть с огнем. Что в темноте свершат, природа все светит, позором обличения согнет. Не терем, не светелки и не башни, преграды и не служили наглецам, привыкшим сеять на чужую пашню, без спроса матери и грозного отца. Из века в век творится под копирку, не залатать кровавой иглой, и не сокрыть следов усердной стиркой, когда не дух господствует оплоть. Ты понимаешь, о чем речь идет? Ну, там есть места, конечно. Да, что стирка, девство потеряла, и все это без родителей. Не оставляйте вольнодумцев шансов кромсать писание и толковать самим. Страницы Библии не подиум для танцев. Нам вольнодумство не скажи «Аминь». То есть я оттуда перевожу к целомудрию церковного учения. С великим целомудрием сродняйся, смиренно мудрие покровы сохрани. Лжетолкователи насильничают ясность и блудодействуют межстрочек и страниц. Вот где они блудодействуют. Обуздывая мысли на молитве, в оглобле толкования святых отцов. Хомут канонов не чужой, а близкий. Нам совесть многое подскажет и без слов. Мы слышали совет от мудрецов. Не любопытничать на улицах пустынных. С певицей не сидеть, не наломать бы дров. Где черт не спичка, там душа застынет. Вот понимаешь, один мне читал стихи, говорит, я что-то не понял. Второй раз прочитал, вот тут у вас есть что. А третий раз прочитал, говорит, да ты батюшка наглец, говорит. Я говорю, да что ты так круто-то сразу определил-то так. Я говорю, стал разбираться на какие места ссылки. Я часто даю ссылки на против каждой строчки, место Библии. Ой-ой-ой. Вопрос 2652. Уже какой-то 121 том. В 12-ом открытом окне. Почему вы так стойко держитесь за старую веру? Ведь мир меняется, с ним упрощается и обряд. Старообрядческому митрополиту Адриану подходит с таким вопросом. Ответ. Мы внимательно наблюдаем за процессами, происходящими в Новобрядческой и других христианских церквах. И мы неизбежно приходим к выводу, что попытка по компромису с духом времени приспособленчества неизбежно приводит церковь к обмерщению. Мы храним не только древнехристианские формы богопочитания, двуперстия, трехпогружательное крещение, хождение во время обряда по солнцу, по часовой стрелке, газета, но и соответствующие евангельскому и святоотеческому учению духа любви, послушания, милосердия и всех христианских добродетелей. Я комментирую. И ни слова о том, что старая вера не обряд, а именно апостольская, та, самая старая, какая была в первом веке. А о той вере старобрядцы понятия никакого не имеют, и в ней не нуждаются. Они держатся за времена князя Владимира, считая ее за эталон. Филиппийцам 1, 27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Галатам 2, 14. Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» «Скажите, что ночью Христос не воскрес. Добавьте, что да, виноваты, проспали, что в сеть завернувшие тело и крест пещеру к утру рыбаки опростали. И деньги приварок к сухому пайку, начальнику стражей и всем рядовым, здесь выдумка все, а от правды лоскут. Могила пуста, остальное же дым. Подкуп и взятка у власти на пятках, за деньги лоббисты продвинут закон. От взгляда вчерашник бежит без оглядки, иной голодранец почти босиком. Продажные, рыжие, черные шлюхи из флага нашили трусишки бесплатно. Христопродавец по статусу плюшкин, глядишь, президент, и назначит в пилаты. А совесть сожженная первопричина. Голоса Божия вовсе не слышит. Личности нет под копирку личины. С красными рожами, черные, рыжие. Деньги сгорели, пропали и пенсии, от бальзамации прошлых дефолтов. Скольких убили, голодных повесили. Союз расчленили, смеясь на осколки. Когда-то пузатые красномордые были же, были детишками впухлыми. Бога не знали, грехами их сгорбило, ад отрицая в гиену и рухнули. Кто примирился с небесным отцом, жертву Иисуса принял на Голгофе. Власть солдафонов плюет им в лицо. Не слышали камня упавшего грохот. Спасением торгуют прожженные души. Им страх обличения на смертом адре. Неверие лед, как крещенская стужа, из деточек вырастет диких зверей. Вот так. Вопрос 2658, 12-й том, открытым оком. Что вы категорически не приемлете из современного повседневного обихода? Это обращается к митрополиту Адриану Старобрящевску в Белокринитской иерархии. Ответ. Скажем, осуждается просмотр непотребных передач по ТВ. Но запрета на пользование современной техникой у нас нет. Новости или полезные передачи мы смотрим. Категорический запрет существует на секеру, продукты перегонки спирта. Горилка, водка осуждается, а вино нет. Твердый запрет на табакокурение. Так исторически сложилось, начиная еще с 17 века. Эти привычки завезли на Русь восточные патриархи и лжепатриархи, которые были смещены со своих кафедр. Но приглашавший их царь Алексей Михайлович об этом не знал. Между прочим, первым нелегальным торговцем табаком в Москве был извернутый из Сана митрополит Газы Паисий Лигарид. Нелегальным потом ему, что по тогдашним законам России за курение табака полагалась смертная казнь. «Наши предки чувствовали, что это не только тяжелое пристрастие, вид наркомании, но и деталь языческого культа». Игнатий Лапкин. То есть я даю комментарий на каждый ответ. «Нужно было бы сказать, что категорически неприемлемо изучение Библии, организация истинно библейских кружков, всегда и везде запрет на живую проповедь от двери к двери, как делают по всему миру свидетели, кавычках, иеговы. И не нужно убеждать кого-то, что это не запрещено в старообрячестве. Запрещено намертво. И причины тут самые разные. То перевод Библии сделан неверно, то кому надо, тот и без нас обратится. Лежало до нас тысячу лет, пусть и дальше лежит». 1 Царств 2.3. «Не умножайте речи надменных, деревские слова, да они исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог в ведении, и дела у Него взвешены». 1 Царств 4.6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя священное действие предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Одно и то же часто повторяет, напоминает Бог в Писании живущим. «Не шуточное дело. Идем мы все же к краю, чтоб с каждым днем мы становились лучше». Повторы в призывах, в угрозах, в обещаниях рассыпаны бесчетно на страницах. Дабы не тешились мы, трупы над мощами, в конце пути никто не осрамился. Одно и то же по тому же месту тысячелетия пророки повторяют, кричат, толкают, не дают присесть нам. Нас не спасут епископские тряпки. Нас сотворил Господь, и Он же умерщвляет. Черту подводит подеяния наши. Как глубоко не вгрызлись бы корнями, но одинокому предсмерти очень страшно. И потому пророки день и ночь врубаются к нам в дебри мглы и мрака, непослушание выметают прочь, пытаясь выжечь в нас грехи и беспорядки. Одно и то же. Кто мы и какие? Какими быть должны? Обязаны бесспорно. Иначе непокорных Бог покинет и назовет отступником и вором. Не пропусти же сердце тех упреков, в которых Дух Святой сурово укоряет и очистит, как ребенка едкой плеткой, когда доходим мы до ручки и до края. Обетование и ласки, как бы ни нам, настолько недостойны мы его щедрот великих. На лицах стыд, расканье вина. Боимся дерзостью, что хуже не накликать. Молитвы все всегда одни и те же, хотя бы говорил их не по книжке. Но ощущение близости к Христу уграждает свежесть. Слова, что выскажешь, так приземленно лишние. Одно и то же, одно и то же. Каждый день встаем одно и то же. За стол одно и то же. Нет того дела, чтобы оно навсегда устоявшееся было. Одно и то же. Здороваемся каждый день. Вопрос 2666, 12-й том открытым оком. Много ли приходилось сменять в своей жизни в быту человеку, возвратившемуся к вере отцов, пришедшему в Старообрядческую церковь? И митрополит Адриан Старообрядческий отвечает. Смотря откуда возвращается сей блудный сын, как далеко он зашел в дальней стране. Возможно, он жил, пусть в иной, но в христианской среде, даже считал себя православным, носил бороду и подобающую скромную одежду. С почтением относился к священному писанию и соблюдал заповеди. Для такого человека нетрудно будет настроить себя на новый духовный уровень, ужесточить пост, усугубить молитвенное правило. Другое дело, если блудный сын давным-давно оторвался от своих корней и забыл свое духовное родство. Ему придется измениться и внешне, принять благообразный вид, скромный и приличествующий Старообрядцу. Следующий шаг – сокращение времени на развлечение, на просмотр телевизора. Ну, тут надо заметить, что мы не призываем вовсе отказываться от достижений современной техники. Пользоваться автомобилем, компьютером, сотовым телефоном можно, но следует особлюдать при этом предосторожность, чтобы вещи не завладели нами. Богоданную жизнь нельзя превращать в погоню за удобствами жизни. Правильно отвечает. Я теперь комментирую. Не просто одно учение, но даже из Библии человек будет хорошим. Рождение свыше произойдет только тогда, когда он лично сам примет Христа и возродится от Духа Святого. Речь вовсе не о крещении, хотя бы и с троекратным полным погружением, а о признании себя погибшим грешником и о принятии Спасителем только Христа, пролившего именно за меня свою причистую кровь. В Римлянам 6.12 Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. 1 Коринфянам 5.17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Иоанна 8.34-36 И Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Дальше. Преступно не ценить покой и тишину. При чтении Писания и искренней молитве, среди зимы войти в рассветшую весну, перевернуть листок с зеленый клейкий листик. Так мысль, не повредившись суетой, не перегруженная тяжкой заботой, ласкает сак Писания листве густой, а днем не ухватить и части сотой. С Давидом вместе по городу обхожу, и нашу деревеньку, что проснулась, молитвенно груди друзей прижму, перепроверю, как они обулись. Мне до всего есть дело по утрам, стоящему пред Богом неподвижно, как будто нет меня, огнями светит храм, со мной рядом самый дальний и ближний. Поклонами беззвучно отбиваю, прощения, мольбы, недоумения. В упрощении врагов иду до края, и не жалею собственных коленей. Проверю, не ошибся ли хоть словом, и подпись завизирует Аминь. Уверен, враг уже в постели сломлен, и простыня, и простынь белая, флаг выброшен над ним. Люблю предутренние тайны мольбы, свободные от передряг вчерашних, сил выпросить, дубы врагов любить, о чем лишь час назад подумать было страшно. Хотя там дождь остатком иросил, и хмарь слезила за закрытой шторкой, в болоте изверги и к ним мощу настил, в блокадном городе делюсь последней коркой. Поклон земной стою в умиротворенье, еще минуты вслушиваюсь нежно. Что скажет Дух Святой, вставать не лень мне, молитва утренняя, вот наш главный стержень. Представляем новый вопрос. Вопрос 2690, 12-й том открытым окон. Старообрядцы часто говорят о необходимости шагах навстречу со стороны Московской Патриархии. И какие шаги навстречу можно ожидать со стороны Русской Православной Старообрядческой Церкви? Ответ дает митрополит Адриан Старообрядческий, Белокринитская Иерархия, корреспондентам. Наши предки, преодолевая естественный человеческий страх, уповая на Бога, клали свои головы за старую веру, за двуперстие, за сугубую Аллилую, за единый аз и за соборность церковную. Изменять теперь древним церковным традициям мы тем более не имеем права. Это не значит, что Старообрядческая Церковь застыла в неподвижности, что мы не смеем развиваться. Нет, нет, конечно. Обратимся хотя бы к книжной справе, ведь это процесс, который шел и до раскола, и идет у нас постоянно, только не так, как при Никоне, а с осторожностью, с обоснованностью и согласием общего соборного разума. Собор 1971 года РПЦ назвал старые книги, чины и обряды равночестными и равноспасительными, то есть такими же пригодными для христиан, как и новые обряды, чины и книги. Но мы не можем с такой формулировкой согласиться. Для нас новые обряды и чины далеко не равнозначны старым, истинным, святорусским. Для примера обратимся к вопросу о крещении. У нас нет сомнения, что оно должно быть трехпогружательным, а не обливательным, как это принято в РПЦ. И лучше вслед за предками мы лишимся живота, чем оставим отеческое благочестие. Мне кажется, что вообще путь к преодолению раскола не может лежать в плоскости поиска компромиссов. Мол, мы будем складывать персты так, как вы хотите, а за это вы будете петь, как нам приятно. Ты мне, я тебе. Это ложный путь. Истинный путь. Приближение к идеалу. Поэтому те шаги, которых мы ждем от Московской Патриархии, это движение направлено в сторону Святой Руси, наших общих древнерусских святых божих угодников. Мы, например, с удовлетворением отмечаем, что среди новообрядцев возобновился интерес к древним канонам иконописи и древним церковным распивам, что на храмах восстанавливаются осьмиконечные кресты, прозванные даже раскольничьими. Но при этом мы сомневаемся, что уже в скором времени произойдет полный возврат РПЦ к старым обрядам, к нормам древней церковности. Поэтому в разговорах о сближении и соединении пока мы не видим реального смысла. Но эти сомнения не должны мешать нам жить в добрососедстве с другими традиционными конфессиями России, в первую очередь с РПЦ. Неоправданная, пока зная, конфронтация должна уступить место нормальным межсерковным отношениям. Нынешние старообрядцы, немного отдышавшись после многовековых гонений, как истинные христиане, уже сегодня стремятся принимать участие в общественной жизни, помогая бедным, утешая несчастных, возрождая в людях веру. Благотворительность церкви может быть весьма разнообразной, но для этого мы должны объединить усилия с другими. Общественными силами, несущими социальное служение, и прежде всего с РПЦ. Вот в этом и готовы сотрудничать. Я комментирую, каждое его выступление комментирую. Точно выделенные места говорят, что объединение совершенно невозможно, ибо за идеал взята не Библия, а никогда не бывшая святая Русь с ее безумными деяниями, ностальгии по ушедшему, что Бог и Его не спроверг и испепелил навсегда. Если бы Андриан был искренним последователем Христа, то, наверное, мог бы он так путать и указывать, как на образец, стоящий слева. Никакое образование не даст ничего старообрядцам, доколе рождение свыше, обращение ко Христу, встреча со Христом, не будут поставлены во главу угла. Лукаши 46. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Исайя 44, 18. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Михея 4, 12. Но они не знают мысли Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как стопы на гумно. Видите, какие ответы дают нам священное писание? Дальше. Следующее. Вот ты что делаешь. Вопрос 2662, 12 том открытый Молхом. Каким образом вы будете в ближайшее время строить отношения с Русской Православной Церковью? Ответ. Архиерейским собором РПЦ было принято решение создания комиссии для связи со старообрядцами. Мы пока не знаем, кто будет входить в состав этой комиссии, как бы будут их намерения и действия. Со своей стороны мы могли бы внести ряд предложений для совместного обсуждения. Например, мы давно уже предлагаем вернуться к осуждению итогов Никоновой реформы и объективно рассмотреть со всех точек зрения ее причины и последствия. Игнатий Лапкин. Комментирую. Андриан. Андриан это старообрядческий митрополит. Выражает мнение всех старообрядцев, без исключения. Всех до единого. Кто мыслит иначе, он тут же будет объявлен еретиком и задвинут. Если даже МП согласятся обсуждать, то они, то ни те, ни другие на порошинку не приблизятся к разрешению того узла, ибо затягивают его и ныне. Ни Никон, ни Авакум не брали как будто Библию в руки, а спорили об обрядности, о том, что совершенно не влияют на спасение. Буквоество было и упорство смертное. Пусть мысленно вернутся к первому апостольскому собору, Деяния 15 глава, и с них уже будет достаточно. И последствия раскола просто смешными и глупыми покажутся. Уткнулись в крещение Владимира, а это уже тысячелетняя порша была. Нужно же вернуться к первоистоку христианства и с ним все сравнивать. Деяние 15 глава 28-9 стих. «И угодно Духу Святому, и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Какие бы дела ни совершали, им будет полный на суде разбор. Тряслись над милостыней, мерили грошами, земной им все считали за ссор». «Земной им все считали или за ссор?» «А, считали ли». «Только слепой какой-то еще так». «Делами подтверждается, как верим, все названы работниками в поле. Кто при дороге, кто сидит средь терний, ни разу свой участок не прополит. И не на камушке стоять тысячедневно, рекордом удивляя простодушных. И не боишься бога ты прогневать, в то время, как на проповедь ты нужен. На проповедь? Так нужен. А ты сидишь там на камушке». «Россия, потонувшая во тьме, была утыкана часовнями, церквами. Никто противоречить им не смел. Бог мир послал, не на замшелый камень. Вот идеал трубят о том столетия, что можно, скрывшись от людей, молиться. И превратились в камеры монашеские кели, архимандритами над всеми коммунистами. А если бы открыли монашеские курсы, учили и кухарку, кривую и накиню, что нужно дорожить наследием нашим, Русью, иначе враг лосяницу накинет. Без благовестия во мгле святой, в кавычках, живущим, случилось то, что и должно случиться. Не во главе Евангелия. Чему ж тогда научит тоталитарный Ава, не обращенный лично? Молитва с деятельностью все животворит, не парализует созерцанием неба. Спешит к пришедшему, чуть заслышав скрип, свои калитки, кто пилигрим бы ни был. Не вакуумом высасывать в себя, но щедро сеять с думой о потомках. Они на камушках, дивуясь, не сидят, но в мир спешат с Евангелием в котомках. Вот ответ какой. Я вчера тут одну фотографию нашел, сейчас найду ее или нет. Вот это что тут такое? Крестный ход какой-то. Крестный ход. Не на благовестие. Ну да, какие крестные ходы. Смотри, сколько людей задействовано. Я сейчас покажу это. Ну она открывается так. Вот посмотри. Глянь, какая картина. Это вера. И с каждым годом крестные ходы все больше и больше. Скажи, толпа идет, о чем они думают, поговори с людьми. Зачем идут? Куда идут? А представь, столько людей пошли бы по домам, понесли Евангелие. Какая работа-то? Ну кто толкнул, Бог или дьявол? Конкретно. Взяли крест, иконы, теперь прошли, да кучи, кучи все идут по дороге. А нас много. Ну и что много? Работа-то нулевая, ничего не сделали. И это не все. Я дальше еще покажу как. Так что, вот давайте посмотрим. Посмотрите. Вот стоят делатели в храме. Поглядите, какие бороды. И считают что? Про себя под нос бубнят записки. Это тысячелетие на этом прошло. Ты посмотри, сколько там чернорисов-то дальше-то, дальше-то. Это что-то, какой-то собор у них или что? И что считают-то? Это неизвестно, что держат там. Ни одной проповеди. В самом храме ничего нет. Это Бог заповедал-то. Вот одежда, как они им показали, так клобух называется. Греки говорят, показали, говорят, у нас вот такое. А сделать сзади вот такое вот покрывал. И они, говорят, всю ночь сидели монахи шили. До того им понравилось. А теперь еще крестик поставить. А теперь сверху крестик еще придумали ставить. И кланяй, и крест туда-сюда у него валится вместе с ним. Ну, не придумай, что. Это только труда. И при том труда. Ну, дальше-то, что можно сказать? Нужен он или не нужен? Где они это взяли? Откуда это вывели? Ну, про это уже отвечать на суде Божьем только будут. Это только некоторые фотографии, не просто рисунки. Вопрос 2676, 12-й том открытым оком. Каковы условия, на которых Старобрядческая церковь готова пойти на сближение с РПЦ? Ответ. Слово сближение весьма расплывчато. Это отвечает митрополит Адриан Белокринецкой иерархии Старобрядец. Что по сближениям надо понимать? Если соединение, то об этом речь идти не может. Потому что за 350 лет расколы слишком далеко разошлись наши пути. И если поиск тех точек, где наши культурные, социальные, экономические, патриотические и подобные сим-интересы и усилия могут отсопрягаться, то, разумеется, мы готовы к диалогу. Комментарий Игнатий Лапкин. Да. Патриархийная глобализация их вождям не дает спокойно трудиться. Но как чесоточных все время заставляет искать, где бы заразить своим общением? Кого бы? Кого бы заразить своим общением с ними? Если Библия не стоит на первом месте, и рождение свыше не ставится во главу угла, и в начало всех начал, тогда все остальное есть жуткий бред. Беснование буйно одержимых. И никаких точек искать не нужно с теми, кто ждет удобного момента, чтобы обмануть тебя. Андриан необычен в своей среде и ответы его не в духе старообрядцев, но и, конечно же, не в духе евангельском. Если можем быть мы сотрудниками, то только в благовестии, в распространении Евангелия, 1 Ездра 4.3, И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву. Филиппийцам 1.18 Ну что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Вот как надо заботиться о спасении души, а это-то им ничего не дает. Далее. Еще вопросик возьмем. Так, вопрос 2682, 12 том открытым оком. Не чувствует ли Старообрядческая Церковь или вы лично какого-то принуждения к сближению со стороны властей? Адриан, митрополит, отвечает. Ответ. Мы понимаем, что сейчас в России нет иного пути, кроме как собирания русского народа и государственности. Государственности. Ну прям окончательно заглатывает и все. Давай. Мы готовы поддерживать усилия властей, придержащих и участвовать в деле объединения и укрепления России. Поскольку это не противоречит нашим религиозным убеждениям. Но преодоление раскола это очень долгое и очень непростое дело. Между нами новобрядцами с 17 века лежит пропасть. Если нас начнут подталкивать обе стороны, просто могут свалиться в эту пропасть. Очевидно, это понимают все, кто знаком с трехвековой проблемой русского раскола. Поэтому нас никто и не подталкивает. Я комментирую его. Видимость разъединения велика. Но на деле, в деле благовестия, один другого стоит. Ни те, ни другие ни во что не ставят повеление Христа идти проповедовать его учения. Знакомить людей с ним. Когда будут те и другие возрождены от слова Божия, тогда увидят, что никакой надобности в объединении вообще нет. Трудись каждый там, где есть. Деяние 15.39.40. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, взяв себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Все, никакого объединения. Разошлись и разошлись. Каждый пошел трудиться там, где, казалось, поплыл, а другой поехал. Вопрос 2686. Заранее приготовленный, как удобно. Кинул и все. 12-й дом открытым оком. Можно ли считать логическим продолжением этой канонизации и движения за православление Распутина и Ивана Грозного? Ваши отношения в такой инициативе среди РПЦ МП? Ответ. Андриан Митрополит Старообреченский. Вопрос о канонизации этих людей еще один пример того, что среди большой части новобрядцев нет внятного и единодушного ответа на вопрос, что такое святость и что такое канонизация святых. Однако при этом есть сильное стремление утвердить тот идеал русского государственного деятеля, который, как-то кому-то кажется, нужен России сегодня. Но канонизация святых это очень ответственное дело. Его следует проводить с великой осмотрительностью и тщательностью. Это дело Божие, не людское. Господь Сам прославляет Своих святых. Нам, людям, земным и грешным, не стоит превращать процесс канонизации в очередные выборы святых. Хорошо отвечает. Церковь, послушная своему главе Иисусу Христу, должна, Иисусу точнее, должна стараться уяснить в себе волю Божию и согласиться с ней. В этом суть канонизации, а не в раздаче посмертных наград тем людям, которые нам кажутся заслуживающим преклонения, почитания или хотя без уважения. Что касается инициативы снизу, то это и есть один из инструментов явления воли Господней. Но мне кажется, что этот инструмент работает правильно только в том случае, если под низами мы имеем в виду верных христиан, исповедующих истинную православную веру, людей благочестивых, благобоязненных. Часть благодатность святых подвижников изначально обнаруживается, хранится и проявляется именно среди людей простых, искренне верующих. Игнатий Лапкин. Я делаю комментарии к тому, что они говорят. Канонизация есть вторжение в невидимое, что запрещено Богом. Иначе зачем бы и суду страшному, если уже заранее распредели места в раю для своих единоверцев, уже сегодня овспаривают друг друга, не признавая прославление один у другого. 1 Коринфянам 4.5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. То есть я абсолютно против канонизации. Абсолютно. И как против анафемы. Анафемы только за два случая. Когда они любят Господа и искажают Библию. Как раз на православных это и падает. Экклесиаста 19.3 Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Лука 16.26 И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Экклесиаст 3.21 Кто знает, дух сунов человеческий восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю. 1 Коринфянам 2.11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Матфея 7.2 Ибо каким судом судите, такими будете судимы. И какую меру судите, такую и вам будут мерить. Все на этом на сегодня. Так, прошу, кто нас слушает? Нет? Ну-ка, открой. Я не слышал. Наверное, одна осталась-то, да? Или ушла? Никого нету. Ну, все на этом. Спасибо.